Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты Яни Каласилков. Смотрите сейчас. Славянка сошьет для медиков тысячи защитных костюмов и увеличит выпуск масок. Предприятие сегодня посетил губернатор и помощник президента. Как это было? Бавруйская бетонка. Как преобразится проспект строителей и когда откроет дорогу? На все руки мастер-ремесленник удивляет работами. Из дерева его клиенты входят в списки Forbes. А также и у нас в квартире газ, самоизоляция под прицелом и курс на понижение. На выходных в страну вернутся заморозки. 139 человек вылечили от коронавирусной инфекции в Беларуси. Эти данные приводит Минздрав. В Минске утвердили дополнительные меры по профилактике COVID-19. На всех заправках столичного региона изменили график уборки. А к привычным моющим средствам добавили дезинфицирующие. На АЗС, где останавливаются транзитные фуры, сотрудникам выдали защитную экипировку. На кассах установили пластиковые перегородки. Теперь поставки масок в аптеке будет курировать Белформация. К слову, предприятия Брестской области увеличивают производство повязок до 250 тысяч штук в сутки. Начиная с завтрашнего дня в Беларуси будут шить по миллиону масок ежедневно. Ликероводочные заводы разолют по 23 тонны антисептика. Обеспечить людей и медперсонал к понедельнику перед правительством стоит бескомпромиссная задача снять проблему с наличием защитных средств. К концу недели промпроизводства страны должны выйти на миллион в сутки. Сегодня проинспектировать готовность фабрики «Славянка» приехал губернатор области и помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Могилевской области. «Славянка» расширяет производство. Теперь фабрика будет одевать врачей с головы до ног. Кроме защитных масок выпустят комбинезоны, бахилы и нашлемники. Планируют отшивать по тысяче костюмов в сутки. Об этом директор швейной фабрики сообщил на встрече с Леонидом Зайцем и Александром Суботиным. Председатель Могилевского обл. сполкома приехал в Бобруйск поставить новые задачи. Магазины, аптеки и больницы, завод биотехнологий «Славянка» должны снабдить по максимуму. «Надо сохранить всех медработников здоровыми, для того, чтобы было кому работать с населением. А для наших граждан Могилевской области мы сейчас организуем производство масок, антисептических средств, для того, чтобы это было в любой аптеке в нужных количествах». «Славянка» – крупнейший поставщик масок в области. Каждый день здесь отгружают по 200 тысяч штук. 30 тысяч отправляют в больницы и поликлиники города. Остальные – на аптечные прилавки Могилевщины. Пятислойные марлевые повязки здесь стали шить только на этой неделе. Уходят на ее изготовление приблизительно полторы минуты. Однако хватит многоразового изделия приблизительно на месяц. «Наши работники прикладывают максимально все возможные ресурсы для того, чтобы выполнить повышенные задачи по объемам производства защитных масок. Все субботы рабочие. Кроме того, люди приходят раньше на работу, уходят позже. Каждый чувствует ответственность перед страной». Председатель Могилевского обл. с полкома Леонид Заяц поручил в ближайшее время увеличить объемы и темпы, чтобы подставить плечо и другим регионам страны. На предприятии пообещали не подвезти. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзивные кадры. Корреспонденты Бобруйск, 360, готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. И у нас в квартире газ. До свидания, школа и дома лучшее, что грозит за нарушение самоизоляции. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. В Беларуси будут строго следить за соблюдением режима самоизоляции. Дома обязаны оставаться люди, которые только что вернулись из-за границы. Контакты первого и второго уровней, если есть симптомы ОРВИ. Минимум две недели. На это время врачи выпишут больничный. Можно выходить в магазин, аптеку, вынести мусор. За нарушение штраф 1350 рублей. Милиция также может наложить административный арест или завести уголовное дело. Евросоюз поддержит белорусскую экономику и систему здравоохранения. Для этого Брюссель выделит 60 миллионов евро. Еще 30 миллионов странам восточного соседства обещают дать на медицинские поставки. 300 миллионов на кредиты и гранты для малых и средних предприятий. Палата представителей ратифицировала газовый протокол с Россией. Условия поставок такие же, как в прошлом году. Голубое топливо обойдется Беларуси в 127 долларов за тысячу кубометров. Масштабы увеличиваются. Почти в 40 районах Синеокой закрыли леса. В Стоплисте также зеленое богатство Могилевщины. Погода лишь подбрасывает масло в огонь. Обильных дождей не было несколько недель. Шашлыки на опушке сейчас могут влететь в копеечку. За нарушение правил штраф 675 рублей. В Министерстве образования рассказали, когда пройдут последние звонки и выпускные вечера. В столице линейки проведут 29 мая. В остальных регионах днем позже. Старшеклассники будут сдавать экзамены с 1 по 9 июня. Аттестаты вручат 10 и 11 июня. Учащимся рекомендуют вместо запуска шаров высадить цветы или деревья. Белшина стала призером на ежегодном конкурсе концерна «Белнефтехим». На предприятии усовершенствовали рецепт протектора для сельхозтехники. Благодаря ноу-хау в 2019-м, как сообщается, сэкономили 86 тысяч рублей. Мониторяя динамику цен на мировом рынке, выбрали те ингредиенты, то сырье, которое будет дешевле на сегодняшний день. Правильно, то есть со своими знаниями применили в рецепте, в режим смешения. Ну и смогли без потери свойств технологических и эксплуатационных сделать продукт на порядок дешевле. Чтобы добиться нужного результата, новаторы использовали знания по химии, физике, материаловедению и термодинамике. Испытания проводили целый год. Продукт проверяли на прочность и долговечность. Когда мы уже где-то может в третьего или четвертого раза вышли на то, чтобы мы готовы были собрать покрышку и сдать ее в ценное испытание, значит мы как бы этому делу уже обрадовались. Специально для соревнования на Белшине уже создали два новых продукта. В Бобруйске продлевает проспект строителей. Дорога соединит шину и Ленина плюс разгрузит промзону. Когда откроют новую магистраль, знает Максим Кембель. Две полосы с каждой стороны. Сеть для троллейбусов, велодорожка и широкий тротуар. Проспект строителей устремился к горизонту. Подушка из песка и цемента больше 30 сантиметров. Верхний слой из бетона еще толще 35. Дорога будет прочной. Гарантия 10 лет. Вдоль новой магистрали вырастет целый жилой квартал. Пять многоэтажек, детский сад и развлекательный центр. Сегодня строители воплощают в жизнь первую очередь проекта. Ведутся работы по устройству рельефа местности. То есть сняли растительный грунт, значит введем вертикальную планировку. То есть срезаем лишний грунт, вывозим. Вывозим на седьмой микрорайон для дальнейшего застройки. Значит параллельно Букдеп заканчивает уборку древесной растительности. И вот ПМК-179 приступило к устройству ливневой канализации. Новый отрезок дороги свяжет между собой улицу Шинную и Ленина. Промышленная зона, которая в час пик стоит в пробке, разгрузится. Когда с Фондока едешь, 5 часов встретишь светофора. А здесь напрямую будет изумительно хорошо. При повороте с Ленина на Шинную в час пик там вообще не должно повернуть. Но снизится нагрузка, конечно, хорошо будет. Нужно, конечно, район новый, расстраивается. И совсем неудобно постоянно пробки на Агромаш. Конечно, удобно. Здесь кипит работа. Задействованы сотни специалистов, десятки единиц техники, тракторы, экскаватор, грузовики. Новая дорога обойдется бюджету города в 6,5 миллионов рублей. Закончить обещают в ноябре. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360. В 21 веке бобручанам удалось сохранить около 30 направлений народного творчества. В городе на Березине свыше тысячи ремесленников. Мария Бушкевич передает прямо из мастерской. В мастерской Александра Оленина кипит работа. Из деревянных брусков мужчина создает шедевры. Вот уже почти готов он, добрый человечек. А у нас, пожалуй, длинноват. Ремесленник хвастается. Ему под силу все виды резьбы. Плоскорельефная, объемная, домовая и садово-парковая. Эта фигура лошади – эксклюзивный заказ из России. Филигранно проработана каждая деталь. У меня есть страница в Инстаграме, через которую я как-то пытаюсь. То есть, ну, выкладываю свои готовые работы. Если кому-то нравится, люди заказывают, покупают. Пандемия коронавируса, признается мужчина, только подстегнула онлайн-продажи. У него за плечами годы работы на местной мебельной фабрике. До этого закончил колледж имени Ларина. Участвовал в конкурсах. Последние два года занимается только ремесленничеством. Мечтает организовать персональную выставку. Я очень долго со своими родными боролся за то, чтобы вот так вот заниматься своим любимым делом. Ну и в итоге, как говорится, переборол. В Бобруське зарегистрировано больше тысячи ремесленников. Развивается около 30 направлений народного творчества. Информация про всех мастеров города хранится во Дворце искусств. Яркие творческие личности, которые работают в различных направлениях. Это и бисер, это и художественная обработка кожи, это и скрабукинг, вышивка лентами. Дома сейчас прекрасная возможность именно для творчества представляется, потому что на самом деле в интернете возможностей очень много, мастер-классов предостаточно. Здесь шутят. Стать ремесленником по силу практически каждому. Особенно тем, кто большую часть времени теперь проводит дома на самоизоляции. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруськ-360. Обманчивый плюс. Сегодня воздух в Бобруське прогрелся до 18 с плюсом. К концу недели синоптики стращают заморозками. Надолго ли тренд уточнила Кристина Арианц? Будьте здоровы. Коллега пришел на работу с хлюпающим носом и слезящимися глазами. Значит, весна приближается к экватору. Аллергикам предстоит пережить очередное испытание. Из-за теплой и солнечной погоды уже зацвела береза. На подходе вишня, яблонь и другие растения. На Беларусь надвигаются неустойчивые воздушные массы. Поднимется ветер, местами пройдут дожди и на время прибьют пыльцу к земле. Синоптики обещают заморозки. На северо-западе страны ночью похолодает до минус двух. Тем временем на восточные районы Приморья обрушился сильный снегопад. И дороги укрыла метровая белая шуба. Коммунальная техника работает в авральном режиме, чтобы расчистить проезд. Валы на обочине достигают полутора метров. Деревья не выдерживают такого веса и с грохотом падают. На восточном полушарии бушует тропический циклон Гарольд. Шторм уже прошелся по Соломоновым островам, по Нуату и Фидже. А теперь подмял под себя королевство Тонго. Скорость ветра доходит до 260 км в час. Людей предупреждают о возможном цунами. Завтра в Бобруйске похолодает. В городе разгуляется северный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Небо затянет тучами. Утром пройдет дождь и мокрый снег. Днем воздух прогреется всего до 9 градусов тепла. Ночью опустится до 1 с плюсом. Кристина Риянс, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Новости не только про грозный вирус. Несмотря ни на что, жизнь продолжается и будет продолжаться. И это тоже то самое время, когда стоит задуматься о своей мечте – квартире в столице. Крупнейший застройщик, возводящий самые заметные комплексы в центре Минска, убежден – сейчас самое время покупать квартиру. Для этого созданы самые благоприятные условия. Никогда ранее не существовало столько финансовых инструментов и акционных предложений. Как теперь. И поэтому именно сейчас стоит не только обратить на них внимание, но и принять решение и действовать. Обо всем по порядку. Первое. Если вы предпочитаете выбирать личные, получать личные консультации, отдел продаж у станции «Метро Востока» в Минске ждет клиентов. Теперь есть другой вариант веяния времени – дистанционный. На своем сайте застройщик запустил онлайн-сервис бронирования и покупки квартир в дистанционном режиме. Интерфейс интуитивно понятен, содержит подробную инструкцию, а весь процесс покупки пройдет, по сути, в четыре шага. Это подбор квартиры, знакомство с менеджером, который будет вести сделку от начала до конца, подробная консультация, курьерская доставка документов. Покупатель, который воспользуется онлайн-сервисом бронирования, сможет сэкономить 4 тысячи рублей от цены однокомнатной квартиры, 7 тысяч от двухкомнатной и 10 тысяч от трехкомнатной. Бронировать и покупать онлайн – это первый шаг к тому, чтобы сэкономить деньги. Считаем дальше. Если заплатят за квартиру все и сразу, неважно, свои деньги или кредитные, это дополнительная скидка. Партнерская программа от Беларусьбанка – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Ставка составит 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 14,19%. Программа от Приорбанка рассчитанная на 5 лет. В первый год ставка 5,99%, в последующие – 14,18%. Важный третий способ. Особенно для многодетных, известных спортсменов. Здесь индивидуальный подход и дополнительные скидки. Застройщик инвестирует в возведение комплексов огромные средства и предоставляет длительную рассрочку, помогающую покупателям распределить выплаты на годы вперед. В комплексе «Парк Челюскинцев» рассрочка предоставляется на 4 года, в «Маяке Минска» – на 5, а в многофункциональном комплексе «Минск.Мир» – на 10 лет. В апреле этот финансовый инструмент стал еще более выгодным. Настали платежные каникулы. При оформлении квартиры в рассрочку предоставляется отсрочка на 6 месяцев по ежемесячным платежам после оплаты первого взноса. Рассрочка – самый выгодный инструмент. Условия первого взноса – 30% стоимости квартиры. Если покупатель оплачивает более половины стоимости квартиры, он получает дополнительную скидку от цены каждого квадратного метра. Если покупателю не хватает собственных средств на взнос в размере от 30% собственности, выход все равно найдется. Каждому клиенту у застройщика индивидуальный подход. Акция «Платежные каникулы» действует во всех комплексах столицы, которые возводит застройщик. «Маяк Минска», «Парк Челюскинцев», «Минск.Мир». Прямо сейчас, например, проходит весенняя акция «Минус 10%», которая распространяется на все квартиры в домах квартала «Северная Америка», комплекса «Минск.Мир» и на дом номер 2 в комплексе «Парк Челюскинцев». Здесь цена квадратного метра уменьшена на 10%, при этом при покупке в рассрочку действуют и платежные каникулы на 6 месяцев, и дополнительная скидка на первоначальном взносе свыше 50%, а также скидка при онлайн-бронировании. Продлится акция «Минус 10» только до 15 апреля. Осталось меньше недели. Выгодных предложений, которые сегодня предоставляются покупателям, множество, как множество и объектов. Детально о каждом на сайте застройщика и в нашем видеотуре. Время покупать пока не стало дороже.